Приветствую коллеги, это аналитика валютных рынков и торговая идея от компании Тикмил и с вами я Артур Идиатур. Сегодня, как мы видим, на фондовых рынках происходит коррекция, особенно она хорошо заметна, выражена в европейских рынках. Видно, например, что у нас DAX, французский индекс, Великобритания, все так же можно отнести. Развивается в них коррекция, все это происходит, потому что у нас ухудшается новостной фонд и фундаментальный фонд по европейской экономике, мы с вами будем это сегодня обсуждать. Неважная динамика также у нас во фьючерсах американских, только получается тех сектор защитный, как мы видим, в плюсе, все остальные торгуются у нас в минусе. Рассел 2000, Dow, индекс S500, фьючерсы сейчас находятся в минусе. Ну и, собственно, доллар, основной бенефициар коррекции на фондовых рынках, он сейчас находится в плюсе. Давайте посмотрим, собственно, по фундаменталу, что произошло. Начнем мы с вчерашнего дня, это индекс потребительской уверенности в США от Conference Board. Вот этот индекс у нас за январь получается, он у нас вышел чуть выше, получается, ожидания, ну совсем незначительно, совсем чуть. Поговорим с вами, естественно, про детали отчета. Показал он неуверенность домохозяйств США относительно перспектив найти работу. Это у нас проблема уже с декабря появилась, если вы помните, у нас там в декабре отрицательный рост рабочих мест в США произошел. В январе сейчас данные показывают, что, скорее всего, эта тенденция продолжится. Эта слабая динамика, которая была в декабре, когда рынок труда потерял места, растут шансы, что в январе это повторится. Но, говоря о потребительском оптимизме, у нас в этом отчете появились такие вот интересные замечания, что потребители домохозяйств США, они не утратили оптимизм, они продолжают строить планы, купить недвижимость, купить автомобили и так далее. И при этом вот эти ожидания, они простираются на горизонт аж 6 месяцев. Естественно, это позитивный сигнал у нас, американская экономика строится, естественно, на потребление, более 70% приходится на потребление. Ну и понятное дело, что вот эти прогнозы, которые экспансией у нас были, если вы помните, восстановление в первом квартале, они вот находят свои оправдания в таких вот позитивных замечаниях, вот в таких отчетах. Если говорить относительно вот рынка, да, вот как этот отчет может повлиять. Ну, естественно, да, вот этот оптимизм, он краткосрочный, вчера был уже на рынках, уже отчет отыграли. Сейчас у нас бычий тренд все равно находится под вопросом. Мы сегодня видим, да, то, что назрела коррекция на американском рынке, потому что Европа у нас пошла вниз. Кроме того, у нас сейчас новостной фон по европейской, по американской экономике, он сейчас становится более, переходит такого из умеренно позитивного в нейтральный. Прежде всего, это сдвиг в ожиданиях по пакету стимулов. Во вчерашней статье я писал, что у нас, значит, такая там ситуация. Сначала 2 триллиона долларов, да, они обещали принять, ну, оформить такой стимул, да, получается новый. То буквально через 3 недели, 3 недели у нас произошло изменение до 1 триллиона долларов. То есть у нас уже сейчас основные банки в США прогнозируют, что вот такая вот сумма у нас будет одобрена, которая будет направлена в экономику. Естественно, такие цифры, они привели бы к следующей картинке. Я ее не устаю показывать. Это вот такой вот взлет в доходности 10-летних казначейских облигаций с 0,92 до 1,17. И зачем вот такое достаточно быстрое снижение? Все это на промежутке 3 недели. Это у нас самый большой долговой рынок в мире. И когда вот такие изменения в доходности в такой короткий период происходят, вы говорите о очень резкой смене в ожидании. И это как раз таки связано с фискальной реформой. Есть у нас также, я напомню, многочисленные сообщения. Если вы за ними следите, вы могли их видеть. Что касательно вакцинации, у нас задерживаются сроки, срываются поставки со стороны европейских производителей, AstraZeneca в том числе, да, она не может Европу нормальное количество вакцин поставить, не могут там провести вакцинацию. И вот такая вот ситуация складывается, что задерживается вакцинация, и риски растут, что локдауны у нас будут продолжаться. Они растянутся на лето. Естественно, рынок это не учел в начале, помните, да, вот этот ралли на вакцине, который был, естественно, не учитывал риски того, что будут сорваться поставки. Ожидалось, что все, как бы, все будут обязательства выполнены, будут поставлены вовремя вакцины, проведется вакцинация. Сейчас, собственно, мы видим как раз таки переучет этих ожиданий, вот как вот именно происходят поставки. Пожалуйста, эта реакция, она у нас на рынках заметна. Еще один важный момент, на который не обращают внимание многие новички, на который нужно иметь в виду, это такой более технический фактор. Давайте посмотрим, что он из себя представляет. Это у нас, собственно, сезонность, фактор сезонности. На ваших экранах я, собственно, вывел график доходности S&P 500 по месяцам, начиная с 1928 года. То есть, получается, у нас берется доходность за каждый месяц, каждый год, и вычисляется некоторое среднее значение. Вот эти столбики, это, соответственно, среднее значение доходности за вычисленные вот эти все, за вот эти все годы взятые с 1928 года, они вот приведены на ваших экранах. И вот видно, что средняя историческая доходность S&P 500 в феврале, она у нас составляет отрицательное значение и равна минус 0,01%. В январе рост доходности, затем вот в феврале наступает вот такая вот неприятная ситуация на рынках. И вот такой вот интересный сезонный фактор, он, возможно, сейчас тоже постепенно отыгрывается. Рынки понимают, инвесторы понимают, что есть какой-то сезонный фактор, он должен сыграть. Поэтому также торопится этот сезонный фактор учесть. И это дополнительно накладывает на рынки давление. Вот, собственно, нужно ориентироваться на сезонность. И вот риск коррекции, он усиливается благодаря тому, что мы видим вот такую вот динамику. То, что у нас в феврале обычно рынок корректируется. Что самое интересное, вот мы видим в сентябре, тоже получается у нас, напомню, да, в 2020 году. У нас в сентябре как раз-таки произошла более-менее такая серьезная коррекция S&P 500. И действительно, с исторической точки зрения, средняя доходность в сентябре, она у нас отрицательная. И это вот дополнительный аргумент в пользу того, что мы можем в феврале увидеть коррекцию на американских рынках. Вот, пожалуйста, имейте в виду, когда вы там, ну, какие-то вы собираетесь позиции, да, открывать. Так, индекс уверенности мы обсудили. Еще касательно деталей по этому отчету, я бы хотел обратить ваше внимание на следующий показатель, на следующий такой, на следующий фундаментал. Это у нас особый показатель, который входит в индекс conference board, вот это, да, индекс потребительской уверенности. Они, собственно, рассчитывают следующий интересный показатель, называется он дифференциал по рынку труда. Рассчитывается он следующим образом. У нас делятся респонденты на две категории. Те, которые считают, что больше стало у нас рабочих мест, легче стало строиться на работу. И вот вторая группа, те, которые считают, что меньше вакансий на рынке, сложнее строиться на работу, на рынке труда, в общем, не сейчас легко найти работу. И вычисляется, собственно, на некоторые отношения между вот этими двумя группами. И на основе этого отношения вычисляется индекс. Ну, по сути, он показывает нам, как распределяется число вот респондентов между теми, кто думает, что легче найти работу, и между теми, кто думает, что хуже найти, тяжелее найти работу. Что важно, этот показатель, он у нас хорошо коррелирует с уровнем безработицы. Вот здесь, как мы можем видеть, на ваших экранах представлены следующей графикой. Значит, красная кривая, это у нас дифференциалуаринг, который, да, синий, это вот уровень безработицы. И мы видим, что они очень хорошо повторяют зеркально друг друга эти графики, но, по сути, между ними высокая корреляция. Мы же там посчитаем коэффициент корреляции, он у нас будет там, может быть, 0.8, 0.9, ну, что-то такое, очень высокие, потому что вот прям зеркально они повторяют. И, собственно, вот этот индикатор у нас в январе, в январе этот индикатор, он у нас снизился с минус 1.9, в декабре это значение, до минус 3.2. То есть ухудшилась, получается, ухудшилась на рынке труда ситуация, индекс нам показывает вот этот, что ухудшилась, да. И на основе вот корреляции вот этой мы можем полагать, что в феврале отчет Non-Farm Payrolls, он также, по сути, вот покажет ухудшение. Вот такой вот очень важный момент. Включайте в список того, что вы отслеживаете, вот этот показатель, Labor Market Differential. Он называется, его предоставляет, он ежемесячно предоставляется в отчете Conference Board, вот по этому индексу потребительской уверенности, да, который вот, где он. Вот он каждый, получается, месяц публикуется. В этот отчет также включается вот этот дифференциал по рынку труда. Да, вот я советую за ним очень внимательно сидеть, потому что он хорошо коррелирует с уровнем безработицы и позволяет, по сути, нам предполагать, что вот будет в отчете Non-Farm Payrolls. Так, это мы, собственно, с вами обсудили, да. Что еще? По европейской экономике вот вышли данные, возвращаемся к европейским рынкам, потому что они снижаются. У нас вот такая вот сегодня картинка, вот, давайте посмотрим, индекс потребительской уверенности от GFQ и по Франции также потребительская уверенность. Собственно, вот такое вот изменение по Германии, минус 7.9 было плохо, стало еще хуже, получается, да, вот изменение месячное. По Франции также вот не продолжено ни показать. Напомню, у нас вот за январь началось все по еврозоне, ряд данных поступили, что там активность в сфере услуг падает. В сфере производственной индекс активности в производственном секторе также показал первые такие вот сигналы, звоночки, что импульс там тоже теряет производственный сектор импульс. Подключаются у нас еще тут данные по потребительской уверенности, вот, пожалуйста, мы с вами видим. И вот, собственно, мы имеем вот такую вот динамику сейчас на европейских рынках, да, вот уже у нас по США фьючерсы вообще перешли полноценную коррекцию, о которой мы с вами говорим. Вот, собственно, мы имеем вот такую вот картинку, где у нас, давайте рассмотрим по DAX, да, вот такая вот у нас ситуация. Обычно это разворотный пэттер, на самом деле, по теханализу, когда вот здесь линия наклонная, здесь вот горизонтал держит. Собственно, сейчас рынок дальше двинется коррекцией, вот, на мой взгляд, если будет пробой этой линии, закрепление, получается, ниже уровня 1.1360, если мы, получается, уйдем сюда, да, и потом отобьемся как-то здесь подержимся, и, ну, вот, можно будет рассчитывать, что, ну, переходит у нас в коррекционное движение европейские рынки, можно как-то вот на коррекцию рассчитывать. То есть, пока что, вот, движение сюда вроде бы идет, но здесь еще есть эта поддержка, она, получается, держит, да, основной европейский индекс DAX, да, немецкий. Собственно, если мы уходим сюда ниже еще раз, да, болтаемся, как-то торгуемся, происходит движение сюда, то вот от отбоя от линии 1.1360 можно рассчитывать на какое-то движение вниз. И вот, как раз-таки, оно подкрепляется сейчас фундаменталом, да, который мы обсуждаем, что растут у нас риски дефляции в еврозоне из-за слабых потребительских данных во Франции, в Германии, не очень хорошая ситуация. Вот, перемещаясь к тому, что сегодня еще ожидать, ну, естественно, можно обратить, нужно обратить внимание, у нас вышел у нас сегодня, вот видите, уже, пока мы с вами разговаривали, вышел у нас заявки ипотечные на неделю оканчивающейся 22 января. Хуже динамика пошла, опять же, тоже ложится в данные, да, ложится в динамику рыночную, где у нас там коррекционные пошли движения, да, ухудшение получается. По сравнению с предыдущей неделей, то, как, насколько заемщики ипотечные, они вот стремились повысить активность на рынке недвижимости, не очень хорошо стремились. Ну, и вот, конечно же, важный, самый важный отчет сегодняшнего дня по США, это заказ на товар длительного пользования, пользование ожидается 0,9%, если будет хуже, так же усилит это движение вниз на рынках, поэтому можно будет сыграть на этом отчасти, получается. По нефтяному рынку, по нефти, да, это у нас были данные, напомню, Американское нефтяное институт, они показали, что снизились у нас запасы, но вот сейчас нефтяные рынки у нас поддаются коррекции на фондовых рынках, поэтому, скорее всего, ну, по ним, я думаю, будет еще у нас движение вниз. У нас, собственно, здесь вот такая ситуация обстоятельств, посмотрим, вот у нас восходящий вот этот тренд, да, который идет, ну, вот буквально недавно, коррекционный восходящий тренд вверх, если он проходит ниже, мы говорим о том, что вот это движение, которое у нас началось 13-го часа, вот это движение вниз, оно, по сути, возобладало, возобладало вверх, в этом движении, да, получается, и разворотное вот это движение, коррекционное разворотное движение вверх, которое у нас тут было, оно, по сути, завершилось, мы возвращаемся вот в эту именно нисходящую динамику, умеренно нисходящую динамику. Вот, собственно, ориентируемся вот на этот уровень, если у нас ниже 52.40, 52.30 мы уходим, этот восходящий тренд у нас краткосрочно заканчивается, и мы переходим в более глобальную динамику, которая идет уже у нас неделю, получается, с лишним, да, это дальше движение вниз в соответствии вот с этой линией тренда, да, который руководит. Вот, это у нас, собственно, по рынку нефти вот такая ситуация обстоит, как мы видим, у нас уже началась полноценная коррекция низ, не дождались, походу, уже даже февраля у нас рынки. И если у нас, ну, будет устойчивость, то вот можно говорить вот о том, что, действительно, сезонный фактор работает, ухудшение по фундаменталу мы с вами обсудили, да, особенно по европейской экономике, они вот оправдывают сейчас, по крайней мере, дождаться более глубокой коррекции, там, хотя бы процентов 5, может быть, чуть больше, чтобы рассматривать какие-то покупки, ориентироваться в марте уже на фискальную реформу в США, которая опять поддержит у нас рост. Вот такая вот у нас ситуация обстоит на фондовых и валютных рынках. Если вам понравилось это видео, не забудьте поставить лайк. Остались какие-то вопросы или комментарии? Welcome под видео. На этом я завершаю свой обзор. Всего доброго. Торгуйте в профит. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!